здесь у нас в часовне или в любой часовне в мире есть традиция мы читаем писание все подряд мы как-то прочли уже новый завет два раза за наши 18 лет даже расплавим люди стали подходить спрашивать а ведь завет будем читать а мы читали этот завет среди недели я думаю почему нет церковь принципе созрела уже наверное можно чуть поглубже копнуть и чуть-чуть посередине вещи брать из истории истории израиля кто слышал мнение что израиль бог оттолкнул навсегда и теперь его место заняла церковь один из этих людей кто ввел это доктрину в церковь это был марсин лютер блогу историю рассказывать это испытал свершучайшее разочарование евреях которым поэтому друзей ближайших еврей который в итоге отказался и никакой просто не хотела веровать и мастер сделал вывод что евреям полностью закрыта и что они богом отвержены не богом избранный народ а богом отвержены и возникла такая теория своем благословие доктрина замещения то есть якобы на место церкви на место израиля пришла церковь все обетования обещания все благословения которые обещал бог аграм исаак и якобы израиля теперь они поскольку они христа распяли и не принимают его все эти благословения обещания принадлежат отныне нам но в этом есть сразу несколько очень важных и неправильных очень таких негативных вещей последствий потому что смотрите одним из обещаний брама исаак и якобы было вечное владение земли тогда она вечное владение бог говорит это будет ваших во веки веков навсегда да согласно это к нам относится к церкви или нет ведь вначале сказал что бог в общем-то иисус говорит женщине у сихарского колодца что бог не на этой горе не дам а где будет искать поклонников себе в каком измерении другие в истине хорошо теперь относительно обещание которые бог дал израилю и которые касаются последних времен например очень сложная глава если мы не верим в будущее израиля вообще в израиль не верим то 24 глава мосфере вообще теряет смысл потому что мысус говорит когда вы увидите мерзость запустение прореченную провод него находящиеся людей добегут горы горе писали беременными питающими сосами в те дни и молись чтобы ваше детство не случилось субботу или зимою попробуйте истолковать в контексте церкви не получится никак из масса других вещей которые просто мешают до церкви получать полное благословение если она отодвигает израиль в сторону начинает игнорировать и я множество разговоров у меня был всегда с и православными с католиками которые считают что израиль не может в полной мере наследовать обетования которые были там на ветхом завете что теперь божье царство это исключительно католическая церковь допустим православная церковь или пускай это будет евангельская протестантская церковь теперь замена израилю это не так и мы читая даже книгу откровения мы понимаем правильно что книга говорит только в контексте того что она описывает семь лет последние седьмину страшную седьмину великой скорби которую бог в девятой главе проведила предписывает чему какому народу какому городу он говорит вспоминайте 77 определены для народа твоего и святого города твоего то есть израилю или иерусалим правда и вот это вот страшный спор который описывается книги откровения те яска мы же понимаем что это время отнюдь не для церкви предназначена а для спасения израиля и для спасения остальных которые примкнут к израилю вы понимаете и поэтому если мы вдруг начинают думать что израиль теперь вообще в стороне он богу не нужен вот на нем крест поставил теперь его место заняла церковь мы вообще должны полностью убрать абсолютно все контекстные к израилю привязаны пророчества нужно никакого отношения к церкви не имеет вообще никакого понимаете вот поэтому мы читаем ветхий завет мы естественно читаем его через призму нового завета и я сейчас небольшое вводное слово скажу мы подошли 22 главе 2 книгца сможешь заканчиваем эту книгу 2 самуила называется в оригинале вот это время царствования царя давида подходит к концу царь давид вы помните что иисуса называли сыном давида да почему что за титул такой сын давида это вообще возник какого о сидеть на престоле твоем на веке и сын давида это тот не сломан это нервам потом и не оси и низи низи реки не другие цари вплоть до пришествия самого христа а сам христос который должен быть из потолков царя давида хорошо для того чтобы нам не путаться в разговаривать неверующими со скептиками которые думают что христиане смотрят писание и не видел очевидных вещей они очень часто тычут носом христиан в первую главу и банка мосфея и начало евангелия куки где говорят смотрите два родословия христа они живут абсолютно разные обращают внимание абсолютно разные родословия там есть совпадающие имена но очень большое количество имен там не совпадают даже собой замечали ну ладно сейчас от всех закроем она будет сразу всем понятно ивангелия макфея приводит царское родословие по линии царя давида через его сына соломона поняли почему это важно потому что матфей изначально начинается пословие с царского родословия для чего для того чтобы подтвердить или доказать читающим современникам еврея в первую очередь что иисус и есть тот самый миссия иисус и есть тот самый христос поэтому родословие вначале она важно понимаете но важно или нет кто понял вопрос отлично если вы возьмете и вам предупреждение там прощать родословие но в обратную сторону идет сторону адама и бога от иисуса вы увидите что стан сыном давида является не сломан правословие звуки анафан еще один из другой сын царя давида и мы понимаем что родословие в матфее это родословие иосифа а в луке родословие его матери мари понятно они оба были из колена иудина из блога давидова просто иосиф был из потомков царя давида а море была из потомков еще одного сына давида на фон понятно не сломан а листал иосиф иосиф давида через сломана спасибо